Как известно, с 2014 года турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» находится под личным патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Им подписано соглашение о сотрудничестве с легендарными хоккеистами – президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и президентом Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Владимиром Петровым. Благодаря поддержке детского и юношеского хоккея в сезоне 2014-2015 годов приняли участие около 1600 команд в составе 27 тысяч игроков из всех регионов Приволжья. Наши ребята занимают среди них достойное место. Вот и для дебюта в Сочи получился нормальный результат. Других посмотрели и себя показали. Поиграли на Олимпийской арене «Шайба», да и вообще побывали в Сочи. Многие ребята, так же как и я, ездили впервые в Сочи. Ездили на пароходе, выплывали в открытое море. Красиво очень. Оренбуржья на Черноморском берегу представлял победитель областного турнира в старшей группе «Первомайский факел», усиленной новосергиевской пятеркой. А ее лидер Руслан Абдульманов стал главной звездой сочинских соревнований, забив больше всех – 21 шайбу и сделав 8 голевых передач, за что и получил клюшку и книгу прославленного советского тренера Анатолия Тарасова. В Судмуртии мы 10-0 сыграли, с Великим Новгородом 11-0. И в них я забросил 6 шайб и 2 передачи. Готовился, да, неделями даже, с следовыми вылазил. Проведение регионального этапа «Золотой шайбы» находится на контроле губернатора Юрия Берга, который входит в состав окружного попечительского совета по поддержке данного вида спорта. В рамках данного проекта реализуются вопросы улучшения материально-технической базы, то есть попечительский совет, фонд развития гражданских инициатив на паритетных началах с областью решают вопросы строительства хоккейных коробок там, где они необходимы. Такие успехи – итог взаимодействия всех заинтересованных сторон – властей и различных служб, хоккеистов и, конечно, тренеров. Я тренирую ребят на своем опыте, я когда-то тоже самое играл, беру из интернета очень много, вкладываю в них все это. В конце апреля в Сочи на смену старшим юношам сыграет первомайский факел по среднему возрасту, а в конце мая на Черноморское побережье отправится и младшая команда – Степные Орлы из Орска. Анатолий Юденич, Семен Воробьев, Новости дня.